Мир, художественная литература это все, то есть это попадаешь в отдельный мир, это полная перезагрузка, это что-то отдельное, это просто отдых, отдых мозга, отдых вообще всему. Ну самообразование всегда было актуально, и поэтому абсолютно любой уважающийся человек должен читать для того, чтобы идти как-то дальше и преисполняться в своем сознании. Это развивает память. Много нового узнаешь, особенно детям важно читать. Потому что это знание. Чтобы быть какой? Умной. Если мы не будем читать, мы же будем безграмотны. И умеешь читать, значит хорошо умеешь писать. В каких-то книгах люди жизнь посвятили этому труду, а остается просто прочитать, впитать это в себя и в дальнейшем использовать это в своих интересах. Необходимо и желательно книгу в ее первозданном виде, как книгу, а не в электрон. Электроны это очень хорошо, это любую книгу можно найти в интернете, это прекрасно. Но когда ты берешь книгу в руки, это как разговор с живым человеком. Ты можешь несколько раз вернуться на то место, которое тебе понравилось. Для меня и это важнее. Хотя и то, и то. Тем этим пользуюсь. Не зависит от того, это электронный носитель или что-то другое. Как по мне, главное просто находить что-то для тебя интересное. Компьютеры, они как-то негативно, мне кажется, влияют. То есть они, естественно, прогресс должен быть, но живую книгу в руках подержать, это совсем другое дело. Для меня более как-то комфортно ощущать вот эти вот странички, запах книги, так сказать. Мне больше нравится читать книгу, держать ее, нежели там в интернете, вот я не читаю электронные книги. Вот, все-таки, ну, запах, я, может, наверное, со старой, со школы, которая там любит нюхать книгу, читать ее. Печатные издания, ну, ни с чем не сравняться, то есть это можно понюхать страницы, ощутить, пощупать, обложка, то есть, ну, это отдельно, конечно, это никогда не уйдет. В данное время я читаю «Мастера Маргариты» Булгаковым, вот, могу посоветовать, прочитать, мне достаточно нравится. Бориса Акунина серию, естественно, это просто захватывающая вещь, ну, фантастика. Последние три товарища читала реварка, очень интересный советую. Ну, я люблю «Мастера Маргариты» Булгаков. Дэйл Корнеги, Ник Колэнда, Николя Геген, ну, это из психоанализа и психологии. Паула Коэлья, алхимик. Лиз Бурбо «Пять травм, которые мешают нам быть самим собой». Вот такую книгу посоветовала бы прочитать. Анна Лукашевич написала книгу «Министерство несбывшихся желаний». Вот, вот просто, это фэнтези, это вот художественная книга, но это вот просто вот перезагрузка, это вот просто почувствовать себя ребенком, узнать мир заново, что-то вот вспомнить, ощутить. Ну, это класс, вот это вот всем, на любой возраст просто советую. Продолжение следует...